На прошедшей Е3, как водится, показали много всего любопытного, от Fatal Frame до микро-холодильника в форме шайтан-коробки. Одним из самых запоминающихся шоу-стоперов выставки стал анонс Metroid Dread. Одни обрадовались, что матерь Метроид Ваней наконец-то обзавелась новой частью. Другие, что Метроид вернулась к классическому двухмерному виду впервые за 17 лет, если не считать Samus Returns, ремейк второй части вышедшей на Game Boy. Третьи, самые внимательные и преданные Алды, услышали то, чего уже никогда не надеялись услышать. Воскрешение той самой отмененной игры, о которой ходило столько слухов в далеких нулевых. Их объявление просто разорвало в клочья. Тодей мы с тобой немного поболтаем о тяжелой и исковерканной судьбе Метроид Дредд, которая, несмотря на все невзгоды, дошла таки до своего хэппи-энда. И попробуем разобраться, что вообще с ней произошло. Надевай свой любимый синий нулевой костюм и погнали! На всякий случай сразу оговорю контекст, чтобы было понятнее, отчего такой хайп и слезы радости. Метроид – одна из важнейших Ниночкиных франшиз и до чертиков значимый для всего видеогейминга тайтл. Название жанра Метроидвания содержит в себе корень Метроид неспроста. До этого экшн-платформеры не знали радости нелинейности и эксплоринга. Игры серии стали хитами почти на всех Нинкиных консолях. У игрового цикла были отличные продажи, да и сейчас ни один опросник по лучшим играм для NES, NES, Game Boy, GBA или GameCube не обходится без упоминания Метроид. И, конечно, Самус Аарон – протагонистка серии. Девушки-видеогейминги выходили на первый план и раньше, но Самус стала первой популярной игровой героиней, что по меркам 80-х граничилось с ненаучной фантастикой. Но не будем копаться в славных корнях франшизы, а лучше перелетим в начало нулевых, когда приключения Самус еще не успели зачахнуть и вовсю штурмовали свежие игровые платформы Nintendo. В 2002-м на Game Boy Advance вышла Metroid Fusion – прямое продолжение Super Metroid после восьмилетнего перерыва. Параллельно на GameCube зарелизилась Metroid Prime – первая часть цикла с видом от первого лица. В 2004-м на GBA прибыл Metroid Zero Mission – полноценный ремейк первой части, состарившийся не самым лучшим образом. Короче, игровой цикл развивался полным ходом и уже в 2005-м промелькнула информация о новой части. Первым радостные вести до геймеров донес журнал GameInformer. Издание указывало, что новая игра получит название Metroid Dread, выйдет на Nintendo DS и расскажет, что произошло после крушения станции с паразитами X в финале Metroid Fusion. Однако на летней Е3 игра не появилась, после чего поползла рябь слухов об отмене нового Метроида. И вот тут начинаются странности. В медиа хлынул поток противоречивой информации. Несмотря на слухи о закрытии проекта, в сентябре IGN бодрым голосом рапортовали, что Dread находится в разработке, но не стоит ждать анонса в совсем уж ближайшем будущем. Надо сказать, что в 2005-м у IGN был верифицированный список с грядущими релизами Нинки. Все тайтлы из этого списка поступили в продажу. Все, кроме одного. В феврале 2006 года Official Nintendo Magazine подтвердил, что Metroid Dread выйдет в ноябре на Nintendo DS. Уже через месяц в журнале поменяли дату релиза на обтекаемое в конце года. Фанаты серии действительно получили новый Метроид на DS. Только это была не классическая двухмерная Метроидвания, а Metroid Prime Hunters, сделанный в характерном праймовском стиле. Поскольку новых новостей не поступало, мнения поклонников разделились. Одни посчитали, что Dread это просто рабочее название для Hunters, а все ранее напечатанные детали о старом добром геймплее были просто непроверенной информацией. Другие продолжали верить, что в этом году выйдет еще один Метроид, надо лишь запастись терпением. С шелестом листков календаря это терпение иссякало, а когда наступил невозвращаемый 2007, стало очевидно, что о продолжении Fusion следует на какое-то время забыть. Однако, захеревшая надежда фан-базы вспыхнула вновь, получив подпитку из неожиданного источника. В августе состоялся релиз Metroid Prime 3 Corruption, завершающей части трилогии Prime. На первый взгляд, ничего общего с классическим духмерным платформингом, но внутри игры фанаты и журналисты нашли скрытый лог космического пирата. В нем было сказано следующее. Обновленный отчет о статусе эксперимента. Проект Metroid Dread находится на финальной стадии. Что же это еще может быть, если не очевидный кивок в сторону той самой Dread, что все ждали в прошлом году? Радость фанатов была всеобъемлющей, но очень недолгой. Буквально через пару недель после того, как IGN опубликовали материал об отсылке на Metroid Dread, Retro Studios свалили все на совпадение. Совпадение? Не думаю. Вскоре к новости подключилась и Ниночка. Представители компании заявили, что в настоящий момент никто не работает над игрой с таким названием. Во избежание дальнейших кривотолков из японской версии Corruption убрали злосчастную надпись и заменили ее на апдейт по турелям. Отчет об исследовании и разработке артиллерийских орудий. Разработка Баянеты 3, в смысле турели класса Dread, идет хорошо. Позже старший геймдизайнер Retro Studios Майкл Уикон признался, что разрабы намеренно вставили упоминания о долгожданном духмерном метроиде в качестве шутки. Минуло еще два года пересудов и спекуляций, наступил 2009-й. Во время E3 Nintendo объявили о выходе новой игры, созданной совместно с Team Ninja – Metroid Other M. Когда стало понятно, что новая часть не имеет отношения к Dread, режиссеры и продюсера Юсио Сакамото тут же забросали вопросами не только о свежем релизе для Wii, но и о том, что же стало с многострадальной игрой, которой никто так и не дождался. В интервью с Games Raider Сакамото сообщил «Не стану отрицать, такой проект существовал в прошлом, однако не могу вам точно сказать, сможем ли мы вернуться к нему в будущем или нет. Извините, но мы бы предпочли, чтобы все, что касается этой игры, пока осталось загадкой. Слишком много слухов и домыслов окружали Dread все это время. Я лишь надеюсь, что если появится возможность, мы сможем перезапустить проект и начать все сначала». Сакамото не кривил душой. Именитый геймдизайнер действительно искал способы сдвинуть проект с мертвой точки. Его старания увенчались успехом лишь совсем недавно, о чем мы все узнали из объявления на E3 2021. Однако 11 лет назад казалось, что проект попросту умер. Постепенно название Metroid Dread практически исчезло из инфополя, лишь изредка всплывая то тут, то там. В памяти геймеров суета вокруг двухмерного Метроида осталась как мутная история с отмененной игрой. Впрочем, фанаты не переставали сплетничать и строить теории заговора. Например, одна из популярных версий гласит, что игра действительно существовала в рабочем билде, но не устроила Ниночкиных боссов, отправивших ее гнить на полку. Редкие упоминания о проекте лишь усиливали конспирологическую атмосферу. В 2010-м редактор IGN Крейг Харрис подтвердил не только существование полностью прописанного сюжета Dread, но и то, что видел его своими глазами. По словам Харриса, Nintendo может вернуть его в производство в любой момент. Любой момент так и не наступил, но через пять лет появился новый повод для пересудов. Некий инсайдер из Nintendo Software Technology слил информацию, что, мол, в 2008-м существовал рабочий прототип игры. Этот засекреченный билд показали боссам Nintendo of America перед Е3 2009-го года. По словам анонимного источника, после отмены Project Hammer в 2009-м, еще одна мутная история, NST лишились и Metroid Dread. Слухи так и остались слухами, но они не избавили Сакамото от неудобных вопросов. Например, перед релизом Samus Returns, ремейка второй части с Game Boy, игражуры снова стали вспоминать о невышедшем Метроиде для Nintendo DS. Сакамото уверенно отвечал, не произнося вслух слова Dread, что железо Ниночкиного хендхелда не позволило бы воплотить все задумки, так что, увы и ах. Над Samus Returns для 3DS работали испанские гайдзины из Mercury Steam. Изначально они хотели смастерить ремейк Metroid Fusion и обратились с питчингом напрямую к Сакамото. Fusion им делать никто не разрешил, однако Сакамото оценил понимание и любовь к франшизе у Сан-Себастьянцев и доверил им ремейк Metroid 2. Испанцы справились на отлично, и Юсио приступил к тому, о чем думал и мечтал последние годы. Сделать таки этот треклятый Метроид Дредд. Вооружившись имеющимися данными, Сакамото успешно пропитчил проект Nintendo, что привело к тому, что мы все видели на E3. Сопроводительный спич подтвердил часть былых слухов. Метроид Дредд действительно дважды отменяли, а железо DS действительно не позволяло реализовать все идеи. Однако на Switch таких проблем нет, и по словам Сакамото, новый Метроид Дредд стал даже круче, чем их изначальные задумки. Многое перекочевало в игру из старого проекта. Например, робот Эмми, выполняющий функцию ебаки, и преследующий Самус без возможности дать ему какой-либо отпор. Сейчас все это очень напоминает Alien Isolation и Resident Evil 3, Однако девелопер уверяет, что на идею их вдохновил SA-X, главный антагонист Метроид Фьюжн, альтернативная версия Самус, воплощенная Паразитами Икс. Сакамото также обмолвился, что концовка игры оставляет намек, в каком направлении должны двигаться дальнейшие приключения Великой Охотницы за головами, аккуратно намекая на потенциальный сиквел. Здесь я, пожалуй, ничего не буду комментировать. Метроид Дредд вернулась к жизни спустя 17 лет, и это уже чудо. Осталось лишь дождаться 8 октября, а там уже можно помечтать и о сиквеле. Вот такая получилась кулстори. В комментариях расскажи, преследовали ли тебя мечты и надежды о Метроид Дредд, и вообще поведай о своем отношении к франшизе. Все комментарии я читаю и, по возможности, отвечаю. Вместе с тобой Бэк Трэчел по дорогам этой запутанной истории Большой Буковске. До скорого!